Казалось бы, всем известная профессия повар, однако, когда речь идет о школьном питании, открываются новые стороны этой деятельности. Рабочий день школьного повара начинается рано утром. Дети еще дома, а на кухне уже вовсю кипит работа. Нужно накормить несколько сотен человек, да еще по разным меню. Все блюда должны быть сбалансированы и приготовлены по строгим нормам и правилам, рассказывает повар Анастасия Димченко. Так, столовая Вольнинской средней школы в этом году заявила о себе на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая». Полуфинальные и финальные туры всероссийского конкурса прошли в республике Башкортостан, в городе Уфа. Предложение поучаствовать в данном мероприятии коллективу поваров поступило впервые. В конкурсе нужно было как-то выделиться, и это команде школы номер 9 удалось. Данный конкурс проходил два этапа. Первый этап был республиканский, где по результатам жюри мы оказались победителями и были приглашены на федеральный этап. В данном конкурсе принимали участие 400 школ из 75 субъектов Российской Федерации. Конкурс проходил в городе Уфа, республике Башкортостан. В столовой школы работает дружный коллектив профессионалов с большим стажем и опытом работы в системе детского питания. Повара у нас работают уже три года. Команда хорошая, слаженная. Родители довольны, учащиеся довольны, приготовленные ими едой. Также у нас за приготовленной едой смотрят и родители. Родительский контроль всегда у нас на первом месте. В неделю минимально один раз нас посещают родители, где дегустируют приготовленную еду нашими поварами. В школе обучается 440 человек. Горячим питанием охвачены 340 человек, 198 из них учащиеся в начальной школе. Анастасия Димченко стала первым поваром от Адыгеи, которая приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». По результатам наша команда стала победителем в двух номинациях. Лучший тематический стол и лучший повар тематического стола. Мы представили блюдо индейка в сметанном соусе, с кукурузной кашей, адыгейский сыр, чай выращенный в Адыгее, киселистерна. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Коблева Абрека Руслановича, на котором лежит вся основная нагрузка по поставке продуктов. Продукция всегда свежая и качественная. Тбилисский масло-сыр-завод за качественную молочную продукцию, Шагенова Казбека Салиховича за горячий и вкусный хлеб. Один из главных критериев оценки, говорят повара, это пустые тарелки, которые после обеда оставляют школьники. – Вам нравится кастрюля? – Да. – Какое кастрюля? – Макароны с котлетой, запеканка. – Запеканка, за каши. – Да. – Что? – Плов. – Очень. – Да. – Да, тоже все нравится. Дают и первое, второе – макароны, каши, молочные супы. – Широкое меню, помидоры, овощи разные постоянно. Часто бывают фрукты разные. Вкусно? – Ну, самое, наверное, мое любимое – это макароны с котлетой. Котлеты всегда очень вкусные. Чувствуется, что мясо натуральное, все очень вкусно. В завершении хочется отметить, что повара Вольнинской школы достойно защитили честь Республики Адыгея и родного Кашхабрского района на самом высоком уровне. – Хочется выразить огромную благодарность главе нашего района Хамир Заузауру Аскарбевичу, Берзеговой Асяд Хамедовне, начальнику управления образования, за оказанную помощь в подготовке и проведении конкурса.